Шоу под названием «Снэп» — это творческий продукт продюсерской компании под названием «Крёчарм». В буквальном переводе означает «любой сон всегда ненадолго прерывается». Ненадолго — это, как видно, есть срок нашей реальной жизни. То, что мы считаем реальной. А для группы «Снэп», как уже было сказано, высшая реальность — это фантазия. Автор, режиссер и продюсер группы «Снэп» — Каса Ким, сам фокусник и большой патриот. Продвижение корейской культуры с помощью международного обмена он считает одной из главных для себя задач. Я увидел много элементов европейской клоунады. Один из персонажей похож немножечко на Чаплина. Жонглёр выглядит немножечко как доктор Аррис Лаулес, только с ногами. Меланхолик и алхимик — они как будто срисованы с японских аниме. А что в этом спектакле? Есть что-то, что мы можем воспринимать, как типично корейское. Конечно. Тот же мечтатель, в программе он у нас называется «Флорист». Его карты превращаются в лепестки цветов. Они демонстрируют красоту нашей природы. А ещё фокусник с песком. Он показывает красоту песка. Песок течёт как вода, как время. Это тоже один из символов нашей природы и всей нашей культуры. Мы стараемся рассказать о нашей культуре вот в таких деталях. Про ваш спектакль в разных странах говорят и пишут, что он очень подходит для семейного просмотра. Но разве в этом жанре, возможно, спектакль не семейный? И дети, и взрослые одинаково восторгаются фокусами. Это же не литература, не кино. Для детей, для взрослых. Для всех. Спасибо большое за то, что вы так судите о нашем искусстве. Это действительно так. И мы изначально создавали спектакли, которыми и взрослые, и дети могут наслаждаться в равной степени. Но если бы пришлось делать выбор между взрослыми и детьми, мы, конечно, отдали бы предпочтение детям. Я считаю очень важным, чтобы в театре выступали люди, которые могут благотворно влиять именно на детей, указывать им путь к свету. Известно, что слово «иллюзионер» — французское слово, и оно означает «тот, кто вводит в заблуждение». А как вы думаете, люди так любят фокусы и трюки? Не потому ли, что они любят, когда их вводят в заблуждение? Думаю, что вы правы. А что, кино или театр — это ведь тоже иллюзия, и людям это нравится. Фокусы — это тоже обман. Но мы через фокусы стараемся рассказать историю. И так, чтобы люди после спектакля не думали, «Ух ты, а как они это делают?» А чтобы просто наслаждались представлением. В этом изюминка нашего спектакля — это рассказ. Мне однажды сказал об этом один маленький зритель, и я серьёзно задумался над его словами. На этом спектакле пару раз я был очень разочарован. Ну, например, из шляпы появляется кролик. Он плюшевый. Он должен быть живой, настоящий. Что, кролик заболел? Не дай бог. Он здоров? Кроликом занимаются специалисты по охране здоровья. С ним всё в порядке, не переживайте. Иллюзионисты очень часто, это известно, привлекают зрителей для исполнения каких-то трюков. Вы это тоже, наверное, делаете? Здесь этого не было. Наверное, считаете московскую публику недостаточно подготовленной? Нет, нет, что вы. Это мы не были готовы к привлечению российских зрителей. Может, поработаете со мной? Это большая честь. Я готов. Начнём с договора. Договора чё вам? Водка будет бесплатная. Окей. Может, с мячиками поиграем? Вот, я приготовил один маленький мяч. Можно руку? Держите вот так. А теперь потрогайте. Сюда? И вот теперь их стало два. Вау. Один держу я, второй вы. Теперь откройте. Я умею. Теперь один у меня в руке. Другой в кармане. И сейчас он исчезнет. Я знаю, что корейские иллюзионисты довольно часто, очень часто получают призы на международных соревнованиях. Лукас Ли очень известен на весь мир, ваш иллюзионист. За какие именно трюки корейцы получают призы? О, это очень разные трюки. Нет какого-то особенного. Понимаете, нашу страну с трёх сторон окружает море. А на севере – Северная Корея. Мы как будто на острове. Страна маленькая, все друг друга знают, и поэтому у нас во всём очень большая конкуренция. Что бы мы ни делали, мы стараемся делать это как можно лучше. А искусство иллюзионистов в Корее, к тому же, очень молодое. Оно появилось всего 20 лет назад. Мы себя всё ещё открываем. Мы голодны до всего передового. Ну, если вы только в самом начале, тогда доброго вам пути. Я благодарю вас. Спасибо.